Низкокалорийная диета перестала работать. Возникает вопрос, почему? Постоянный дефицит калорий может в конечном итоге перестать работать. Встречается некоторая масса гуру, которым нравится мыслить в режиме приход-расход. Они говорят, что возможно сбросить столько веса, сколько захотите, если оставаться в пределах определенного диапазона калорий. Когда этого не происходит, они делают вывод, что это генетика или метаболизм замедлился из-за возраста. Эти убеждения обычно ложны. Потеря жира не происходит линейно, потому что наши тела адаптивны. Метаболизм просто адаптировался к текущему потреблению калорий. От 1000 до 1200 калорий это резкий дефицит для большинства активных людей среднего возраста. Когда в течение длительного периода питаетесь с большим дефицитом, тело приспосабливается. Эффекты потери веса и ограничения калорийности оказывают широкое влияние на гормональный профиль нашего тела, которые включают снижение уровня гормонов щитовидной железы, что приводит к снижению скорости метаболизма, снижение уровня лептина, что приводит к снижению скорости метаболизма и усилению чувства голода. Увеличивается грелин, что увеличивает чувство голода. Снижается уровень инсулина, что усиливает чувство голода и приводит к распаду наших мышц. Снижается уровень тестостерона, что угрожает сохранению мышечной массы и репродуктивному здоровью мужчин. Снижается уровень эстрадиола, который угрожает здоровью костей и репродуктивному здоровью женщин. Повышение уровня кортизола, что приводит к задержке воды, притуплению активности лептина и ведет к распаду мышц. Длительный период ограничения калорий это не просто метаболическая адаптация, это многогранный набор адаптаций, который включает регулирование расхода энергии, аппетита, репродуктивной функции баланса между анаболизмом и катаболизмом. После того, как тело адаптировалось к состоянию ограничения калорий, единственными вариантами продолжения потери жира будут дальнейшие ограничения калорий или увеличение расхода энергии. Однако наступает момент, когда вы не можете действовать безопасно и дальше ожидать положительной отдачи. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok